Дота 2 На четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. И всем еще раз привет, дорогие друзья. С вами по-прежнему Год Ханты, да по-прежнему квалификация к International 2014, Азия. И именно так на данный момент выглядит сетка турниров. Сейчас еще пять раз обновлю, чтобы не обмануть вас. Arrow, три игры, три победы, девять очков. Следом за ними тут Orange, три игры, три победы, девять очков. Минески, три игры, две победы, одно поражение, соответственно, шесть очков. Но их противники находятся на пятой строчке. Три игры, одна победа, два поражения, соответственно, три очка. И мы переходим непосредственно к пикам и банам. Что мне поведет? Нет? Нет, как обычно, я неудачник. Как-то так. Что ж, перейдем непосредственно к игре. Минески, инвокер, ферст пиком. В бане находятся аппараты Кентавер и... Икзекрейшн. Ликантроп, Дум, в бане Нага и Бэтрайдер. Ожидают второго пика Минески. И посмотрим, что это будет под инвокера. Возможно, Шадоу Демон в качестве саппорта появится. Нет, это Райт Кинг. Как-то вот так. Ну вот, Кинг в последнее время появляется очень часто в качестве саппорта, в качестве керри, в качестве кого угодно. Его пикают. Хороший стан с небольшим кулдауном. Отличная выживаемость, как только получает шестой уровень. Поэтому герой имеет место быть в профессиональной доте. Ну что, Вайпера банят экзекрейшн. Отчего избавиться Минески. Четвертый бан. Есть, я так понимаю, мидер. Есть Дум в качестве непонятного кого. Может быть, оффлейнер. Может быть, мейн керри. И Минескам есть над чем подумать. Минус Шадоу Демон. Он почему-то, хотя я думал, что он неплохо въезжает, под пик инвокера. Минус Вивер. И Радиант Тим Пик. Ну а пока есть у нас первые фавориты, так сказать, турнира. Это Оранжи и Аром, которые очень хорошо выступают. Если игры Оранжи я не видел, то игры ОРО очень даже впечатлили. Ну что, сейчас пойдет бонус тайм. Задумались над третьим пиком. Кто же это будет? До сих пор не в бане Визаж. До сих пор не в бане Санд Кинг, который легко может появиться. И... В принципе, герой очень сильный. Но это Чен. И у нас намечается очень сильный пуш. Есть Дум, есть Ликонтроп, есть Чен. Если еще какой-нибудь Фурион появится в качестве оффлейнера, Дум пойдет фармить Изи, то станет еще страшнее. Может быть, каким-нибудь котлом стоит ответить? Да, напоминаю, вам используйте мультитвич, чтобы контролировать все игры одновременно. Первый, второй, третий, четвертый канал. Все это работает на протяжении уже огромного количества часов для вас, поэтому смотрите, не отвлекайтесь. Также напоминаю, что сегодня вечером в 11 по Киеву, в 12 по Москве начнется доигровка, так сказать, финала в квалификации Америки, где Ликвиды будут сражаться, если не ошибаюсь, с Нарами. Не решится, кто же, кто же. В общем, кто поедет, тоже решилось. Обе команды едут. Но кто в качестве основного участника, кто в качестве запаски, так сказать. Ну и чем ответит? Надо побояться сейчас немного пуша, потому что есть уже Чен, Ликантроп, Удум, и в теории вышки могут начать падать очень рано. Под Хаулем, под Хилом Чена. У Дума сейчас будет очень хорошая выживаемость. 45 секунд бонус-тайма остается. Не торопится, ребята, с выбором третьего героя. Уже 25 секунд. Может, так угадали с баном Вивера, либо забрали Чена, либо сейчас думают, чем придется отпушивать, то, что пока есть инвокер. Кинг-шадоу, шаман. Появляется старым саппортом. Да, будут варды, но не факт, что они быстро появятся. Ликантроп с Меда гораздо быстрее вынесет свой шестой уровень. И еще и Винга появляется. Ой-ой-ой-ой. Давайте ласт пиком Траксу. Кудхант вылези из колодца. Может быть, подвинуть микрофон поближе? Ребята, я не могу контролировать звук. Я себя не слышу в соседних наушниках. Поэтому как-то так. Ну вот сейчас подвину микрофон поближе. Может быть, будет получше. Что, 10 секунд бонус тайма? Сан Кинг, как я говорил, не было его в бане. И здесь, получается, Райт Кинг будет в качестве мейн керри, либо оффлейнера, как пойдет. Остается последний герой. Банится Дарк Сир. То есть уверены, что Кинг не пойдет на оффлейн, банят оффлейнера. Чем ответят Минески. Ну и тут избавляются от Драгон Найта. Непонятно, кстати, почему. Ликантроп, скорее всего, отправится в мид. Вопрос, появится ли сейчас Фурион, либо какая-нибудь Тракса в качестве мейн керри под Чена и Вингу. Нет, появляется Куин оф Пей. Что, она пойдет в мид? Ликантроп отправится на ботом? Последний пик. Команды Минески. Они уже понимают, что здесь будет очень сильный пуш. Это Бристл Бэк, судя по всему, но оффлейн. Интересный выбор. Не знаю, купится или нет. Главное, не забыть убрать рамочку. Рамочка, рамочка. 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 Ну, ждем, когда Шадо, Шаман и Бристл Бэк обретут своих управленцев и хозяев. И тут же пауза. Минески любят такую фигню попромышлять. Вторая игра у них так начинается. Ну и что, пока кто на ком и кто куда. Команда Экзекрейшн. Ниндзя Буги играет на Ликантропе. Бэгэн 0.1 Винге Фул Спирит. Эва Дум. Абэнк играет на Квапе. И Фокс играет на Чене. Команда Минески. Гигабайт кто-то играет на Инвокере. Ова Санкинг. Джесси Уаш Бристл Бэк. Гэ. Шадоу Шаман и Аскс играть на Кинге. Ну и смотрим, что придумает. Будет ли Смок. Нет. Смока нет. Пешочком отправляются на поиски кого-либо. Но вряд ли кого-то найдут. Здесь, наверное, волки Ликантропа все зачекают еще на стадии подхода. И внезапно кого-то отткануть не получится. Так. Потихонечку. Волк ничего не спалил. Гэлбонг. Джесси Уаш. Ну и не получилось никого найти. Так, смотрим. На оффлейн у нас отправляется все же Дум. В медле будет стоять. Квапа. Ну и Ликантроп пойдет на Изи Фарм. Тут Винга с Ченом уже готовы гангать. Посмотрим, получится ли. Так, а кто здесь будет стоять в медле? Я так понимаю, инвокер. Да, вряд ли тут будет что-то придумывать. Бристолбеку будет на лайне пока не придут саппорты. Очень даже неплохо. Ликантроп ему ничего предъявить не сможет. Поэтому можно спокойно стоять, получать экспу, получать крипочков. А я слышал, Бристол, получающий быстросимую уровень вангвард, может потом рассказывать всем, ой-ой-ой, как это больно. Смог приобретает Чен. Ну и Квапа должна качаться, в принципе, через даггер. Нужен слоу определенно, чтобы инвокеру хоть как-то цепануть. Заблочили здесь спаун. У Чена ничего не резнулось. Придется захватывать что-то отсюда. А здесь только собака. Собаки толку мало. Подождите, это Чен поставил себе вард? Ферст Бат. Минус Ликантроп. Лол. Пока я смотрел, как собираются гангать, здесь Минески уже загангали. Это Ферст Бат в исполнении... Кто-кто-кто забрал? Бристолбек. И тут же появляется сапог на оффлейне. Что очень сильно облегчает ему жизнь. Ну и смотрим тут. Тут один на один. Райт Кинг против Дума. Не особо будет выходить на лайн. Райт Кинг. Так, здесь Сан Кинг готов подкопать, если что. Колд Снеп есть. Можно будет попробовать цепануть. Боится квапа, несмотря на то, что у него есть блинг. Отходит с лайна. Я не знаю, сейчас потеряет какое-то количество опт, потому что инвокер, наверное, будет ласт хитить. Ну и что здесь? Здесь Бристолбек. Ничего не происходит. Сан Кинг поставил Сн-3. Сигналит на Дума. Дум. Ну, подкапывать его в смысле нет. Да, Оликантроп приостанавливает игру. Не знаю, что случилось. ФПС дроп. Страдай. Курэги. Те, кто думает, что в чате можно вакханалить, неправы. В чате вакханалить нельзя. Изи-каточка для админа. Ну, вот сейчас могут попробовать цепануть, но кроме стана в венге здесь ничего нет. Спина прокачена уже в единичку хотя бы. И должны вгрызаться. Пошел стана, вроде как в спину даже залетел. Ну и просто отходит. Да, не получилось убить. Для Бристол это вообще не проблема была. Что у Расту? У Расты второй уровень. Появляется Эзершок. Кинг уже почти третьего. Инвокер в медле. 10 на 4. Ква по 7 на 3. Совсем чуть-чуть выигрывает лайн. Опять же играет через колд снэп, торнадо и ЕМП, судя по всему, будет. Популярны стали такие инвокеры. Ну что, здесь Бристол спокойненько получает опыт. Уже совсем скоро появится ПТ. Почти четвертый уровень. Ква по. Бежит, я так понимаю, Боттл. Ну а здесь саппорты. Сурсой, венга, в смоке. Опять же инвокер уходит к себе на хайграунд. И цепануть его не получится. Но можно попробовать обойти. Чем сейчас и занимаются. Инвокер. Очень сильно подблочил катапульту. Ква по. Стан. Инвокер. Торнадо. Надо уйти в инвиз. Не получается уйти в инвиз, потому что не хватает маны. Ну и ножик добивает его. Ква по забирает килл. Санкинг здесь может и подставиться. Нет, не подставляет Санкинг. Еще сейчас и кучу опыта получит. 1-1 становится счет. Ответный ганг был достаточно успешным. Ну лучше отойти отсюда, наверное. Что у Скельтон Кинга? 9 на 3 по крипам. У Дума все гораздо лучше. 16 на 3. Плюс уже есть третий Девауэр. Деньги будут очень быстро капать. Как-то так. Бристолбэк. Попытается забрать дабл дэмэдж, но его проконтролит Винга. Да, забирает. Еще и можно подраться. И здесь в принципе это ассистан даст. А нет, здесь инвокер. Полтснэп. Ну это минус Винга. Да, килл для инвокера. Есть уже физы. Тут уже будет ПТ 100%. Ну и Ликантроп четвертого уровня. Топовый крипстат на карте. Здесь еще и Дум погибает. Лол, кто его забыл? Забрал Рэдкинг. Который теперь приближается к шестому уровню. Пятый сейчас точно получит. Качается, кстати, через станы. Интересный выбор прокачки. Да, не отдает. Хотел не отдать катапульту инвокер. Ну и Клопат такой возможности ему не дала. Настакивать тихонечку начинает там Бристалбэк. Третий Волки. А, по спине мало бьют. Ну что, в Смаке опять Ганг Дум. Пятого уровня, есть сеточка, есть земля. Рядом есть Венга также с аурой. И можно попробовать. Можно попробовать цепануть. Кинг еще не получил шестой уровень. Нет, не хватает. Там буквально 80 опыта. Если вот сейчас успеет цепануть его до 80 опыта. Видит его Венга. Нужно отходить. Нужно отходить срочно. Пошел стан. Шестого уровня нет. Да, забирают. Буквально вот 11 опыта не хватило до реинкарнации. Обидно. Обидно. 3-2 счет в пользу Минески. Ну, инвокер получает шестой уровень. Что летит в куре? В куре летит Брейсер. Руна появилась, так я понимаю, на ботами. Забрали ее волки. Точнее, они ее просто изничтожили. Ну и Бристу уже 1400 на руках. Почему-то ничего не приобретает. Здесь заход будет за тавр. Шестой уровень, наконец-то, есть. Есть реинкарнация. Венга дает стана. Толку та. Что здесь можно предъявить? Ничего. Как-то непонятное распределение сил саппортов. Они сейчас просто потратили время. Кентавр погибает. 66 золота падает в копилку. Скельтон Кинга. Ну, инвокер в медле. Что у квапы? У квапы 24 на 7. У инвокера 26 на 9. В принципе, ровно стоят мидеры. Очень даже ровно. Ну, тут с Регином 8 секунд. Получить пару тычек не проблема. Что там? У инвокера, у инвокера. Все, пока тихо. Я так понимаю, будут барабаны, наверное, первым айтемом. Но скелетон. Есть базилка. Есть 500 на руках. Я жду, когда экшен начнет наводить Бристол, у которого 32 крипа. Когда фарманет квилл спреем эншентов, будет вообще все шоколадно. Здесь Кинг готов подкопать. До даггера еще, в принципе, долго. Чен тут спалился. Чен на 4 уровне сапог. Пошло торнадо. Не по кому забирает крипа. Ну, хоть крипа. И то неплохо. Ну, и Кинг спокойно стоит на лане. Его попустили. Тут на ботами. Собираются, так понимаю, пушить. Ждут, когда Бристолбек подставится. Но Бристолбек подставляться не собирается. Приобретает виталити бустер. Есть столдшилд. И, скорее всего, это будет ванглард. Я и говорю. Гладмир. Ну, как неприятно. Здесь залетает ли Контропу. Попытка выйти. Будет ли Дум. Есть сетка. Есть Дум. По спине. Очень много дэмэдж залетает. Но здесь вряд ли Бристолбек выживает. Есть сейв ТП. В любом случае он погибает. Ждут еще и ТП. Не будет ли отменять. Пошел стан. Инвокер уже тут. Будет ли подкоп. Есть подкоп. Подвоем неплохой. ЕМП. Взрывает уже Чена. И минус Дум, скорее всего. Пытает сутин хасте. Хаст окончается. Минус. Держит здесь Вингу. Винга тоже, судя по всему, не уходит. Эзершок пошел. Стан от Винги. Пытается забрать. Не получается. Выживает здесь Раст. Это уже минус 3. Стан в клопу. Есть у нее блинг. Но придется ублинкиваться. Да. Ну и спокойненько Раст уходит. 1 в 3 по итогу драка. Или даже 1 в 4. Нет, 1 в 3. Ну и не потрачено реинкарнации у Скелетон Кинга. Что, кстати, немаловажно. Барабанщики летят. Да. Прилетают уже барабаны к инвокеру. Вокер фармит. Что у нас по графикам? Десятая минута. Чуть более пяти сотен по золоту выигрывают сейчас Минески. По экспертам также чуть более пятиста. Ну, когда, интересно, начнется тот самый пуш, который задумывался командой экзакрэкшн. Я думаю, что скоро. Есть ТП на толп. Ушел стики, чтобы была реинкарнация, если что. Ну, а тут Бристолбек продолжает идти потихонечку к своему вангварду. Вот то, что его убили толпой, ему не нравится. Иначе ВВГ уже было. Инвокер сбивает руну иллюзий. Отличная торнадо. Вопа запрыгнула. Ультимейта нет. Инвокер, мансид, маны очень мало. Здесь же Санкинг. Ну и Вопа останавливается. Есть Дум. Можно было, конечно, подраться. Но вот то, что забывает про Бристол на это время, это обернется печалью, я вас уверяю. И здесь тоже уже 1200 на руках. Продолжает фармить в Райтинг. Ловый. Вот не только первые вампири ковры появились, что в Медле. Ничего, в Медле полетает туда Бристол. За деф или вышку. Нельзя отдавать. Прекрасно это понимаю, то, что сейчас начнут фармить вышки, потом не остановить будет. Ну и Бристол Бэк. Приобретает Баклер. Интересно. Не стал добирать Виталити Бустер дальше, просто покупает Баклер. Это значит, что будет собираться Мека. Ну и инвокер, Физы, Барабаны. Восьмой уровень. Без Медаса. Мое удивление, сегодняшний инвокер этот именно. Ну и в Медасе. Фармить дальше. Дайкер появляется у Сан Кинга. Еще Сати. Сати Роб истязает. Идет на базу, за дайкером восстановит ману. И можно будет попробовать где-то ворваться и инициировать. Есть эпицентр, есть дайкер. Есть седьмой уровень. Врывайся, не хочу. А тут потихонечку идет к своему одиннадцатому уровню. Пам-па-рам-пам-пам-пам. Бристал. Бристал формирует. Что по криптацию? 72 на 5 у Волка. Топ в криптацию. Следом идет вот тот, кто лежит в Ринкарнейшене. Будет листан, есть танк в Дума. Ну, цепануть здесь вряд ли получится. А вот у крипов здесь проблема. Не отпустит отсюда, по крайней мере, Сатира. Да, забирает. В медлете временем наваливаются на вышку. Да, очень неплохо. И быстро ее сносят. Запрыгивает. Подкоп, эпицентр. Проблемы. Ну и минус Ликантроп. Минус Ликантроп. Запрыгивает сейчас Скелетон Кинг под Думом. Но ему как-то по барабану. Дум должен погибать. Погибает Дум. Отличная задувка от Квапы. Квапа должна ублинкиваться. Ублинкивается. Сетка. Стан. Волки догрызают. Не знаю, зачем Скелетон Кинг здесь остался и боковал. А вот Бристолу не остановить. Бристол себя чувствует великолепно. Почти девятый уровень. Уже не знаю, зачем Кинг боковал. Одиннадцатый получил в этом файте. Мог спокойно уходить после смерти Дума Ликантропа. Но решил пойти еще побоковать и... На Брилли. Что будет собирать Квапа? Будет ли это быстрый Орчет или же пойдет в Аганим? Что, Эпицентр? В принципе, реализовали. Забрили Ликантропа. У Раста есть 6 уровень. Есть Варды. Можно попробовать снести какие-то товара. Инвокер. Что-то ему летит. Полетает Мустафа Визарди и Ринков Реген. Это будет Форстаф. И что, заход на Тавер? Поставит Варды, попробует зафармить? Ристолбэк. Пока без Хедредски даже. Странно. Вроде как денег хватало. На Топе. Подошли к Вышке. Да, ставятся Варды. И начинает Хараситься. Против Кейшн проюзали. Не знаю, есть ли смысл, правда, это делать. Вышка, скорее всего, все равно упадет. Торнадо. Спанули Квапу. Квапа уйдет на блинке. Это понятное дело. Контроп динает Вышку. Не отдает и на Топе. Это, кстати, второй Тавер за все время падает. В медле упал первый. Первый. Ну, а Кинг, возможно, соберет либо Дайгер, либо Мэйл Шторм. Денег, вроде, хватает. Дайгер все же приобретает. ТП на Топ. Ну, и здесь тоже будет Дэнай Вышкин. 100 ХП у него остается. Подходят Крипы. Я думаю, с ними расправится достаточно быстро. Дум. Восьмого уровня. У Дум, кстати, не так много артефактов. Но потихонечку с Девауэром он свое выформит. Инвокер. Приобретает Форстаф. Сигналит. Движуху Пепси. Кинг еще 45 секунд нет. Сейчас должны его затыкать. Тут же вешают Дум. Бристалл Бэк. Вижена здесь не было. Тут же сетка пошла. Бьют Кинга. Бьют Стан, наверное. Высвапывают. Данк. Минус Кинг. И спокойно отсюда уйдут. Ну вот попытка здесь спануть Ликантропа. Эпицентр. Ликантроп пытается уйти. Пошла Мека. Пошел под хил. Подкопа больше нет. Инвокер. Тычечка. 30 ХП остается. Ну сюда запрыгнул Квапа. Блин, четвертый уровень. Очень быстро откатывается. Винга без манна прилетает на какой-то болт. Ну что, на вышку. Откатились ворды. Можно попробовать. 9-5, пока Минески по киллам впереди. По графикам, правда, уже более тысячи выиграет по золоту. Икс Реакшн. Так, цепляют кого-то. Колд Снэп. Ну, Винга отсюда уже не уйдет. На последнюю тычку сделал Сан Кинг. И тут харасит вышку. Под вардами, под всем, всем чем можно. Здесь пытается уйти. Задули. Леодез будет ли? Нету. Леодеза нет. Дум просто получает Икс Кун. Дабл килл. От Сан Кинга. Забрали Чена. 1-6. Сохраняют разницу в киллах для себя. Ребята из Минески. Отыграли вышку. Это примерно, коротки, тысяча золота. И я думаю, что сейчас ситуация выровняется. Первый не Крауквапы. Вышечка, вышечка, таранится. Он падает вторая вышка за очень короткий срок. Подбежали сюда Некра. Эмбокер забирает вышку. Есть уже форта в 1700 на руках. Возможно, он тоже соберет Некров. Здесь есть хедрес, когда Мекки остаются уже считанные копейки. Сейчас он буквально эту пачку крипов выформит. И все будет нормалез. Да, появляется Мека. Второй Некра сразу появляется у Лекантропа. И у нас уже две пачки Некров как минимум. Дум, понятное дело, не будет собирать Некров. Ну, даже уже с таким затаром можно спокойно наваливаться на вышки. Под Хауэлем вся эта гапша будет наваливать очень-очень много дэмэджа. Бристалбэк. Что, 19 минут игры позади? Все, два стака эншентов. Не так много. Думаю, бы стака в 5 не помешало сейчас. Бристалбэк. Сейчас кого-то цепану. Клопа. Цепляют. Вингу. Винга. Стан в инвокера. Извершок. Свап. Пичка. Забирают. Минус винга. И пойдут, наверное, дальше. Тэпаут отсюда кто-то сделал просто на базу. И... Ага, Дум. Вместе с Квапой. Просто улетают. Неплохое решение. Инвокер смещается в мид. Там фарм. Тысяча двести. Тут... Тут будет бики-бик. Ну и рошанчик падает. Под вардами расты. Дефать его никто не собирается. Санкин готов ворваться еще что-то. И у локера появляется Аегис. Тем временем... Ботом подпушивает Бристалбэк. Талити бустер. Клак. Что-то невнятное будет собираться. А Кинг уже 12 уровень. Потихонечку, потихонечку. Является Митрилхаммер. Тоже пойдет в БКБ, наверное. Хотя, может быть, и Дезолятор появится. Санкинг арк... Арканчики. Бристалбэк сделает ждать... Сделать еще один стак. Уже три отформить. В медли там корпорация зла. Ну и начинает фармить. Дэмэдж ему не так много наносит. Еще и спиной повернулся. Расстреливает всех. Я не знаю... Подкачивает еще немного... Санкинга. Нужного 11 уровень, конечно. Но тут особо много не накачаешь. Не так много стаков. А вот денег неплохо можно поднять. В принципе, и поднял. И 2500 уже на руках есть. Деконтроп с третьими некрами. Что у квапы? Квапы вторые. Пока и те не принесены. Начинает вышка падать. Очень быстро разваливается под хаулем. Ну и дальше не собираются идти? Нет, собираются. Как же больно здесь инвокеру. Инвокер, кстати, без БКБ с мейл-штормом. Лол. Не стал добивать красного некрапа. Боялся минус 600 получить. Крипочки. Нет. Т2 ничего не сделает. Т2 фуловый. Бристалбэк. 1800. Что-то себе несет? Будет худ. Что, кто-то будет врываться на Бристал? Надо этого парня останавливать. Иначе потом будет убить в разы труднее. 1200. Снова в кармане. Что здесь есть? Леконтроп. Ладно. Ладмир. Третий некра. 1100 на руках. Сапог. Следом идет венга. Брейсер. Сапог. Варды. Ну и у думы. Есть 10-секундная БКБ. Есть брейсер. Есть арканы. 1200 на руках. У Чена есть мекка. 680. Сапог. Ну и квапа потихонечку приближается к третьим некрам. Здесь пытаются сломать вышку. Крипов убили очень быстро. Начинают ронять тавр. Пошел фортификейшн. Арканчики. Все фуловые. И тавр начинает отваливаться. Подводится на свою гапшу. Ну пол вышки уронили. Стан. ЕМП. Дум сейчас останется без маны. Дум прожимает БКБ. Пытается каут заткнуть. Заткнул Санкинг. Но уже поздно. Он расставался. Правда пошел не туда. Хотя смысла под вышку идти не было. Там уже прожато было БКБ. Кантроп тем временем спушил вышку на топе. Без маны полностью оставляет Бристол БК за счет некров. Не знаю, что здесь сделал Бристол. Пытался затефать. Минус Винга. Винга подставилась очень сильно. Тут еще и торнадо. Спануть, наверное, не получится. Подкоп по двоим. Великолепный Дум. Подай под ЕМП. Минус мана. Минус ХП. Как же сильно его бьют. Шейкл и минус Дум. И как тут Минески начали агрессивно играть. И Тавр упадет. Да, подходят Крипы. К Тапульту сейчас расстреляет Инвокер. И очевидная вышка. 14-6. Санкинг забирает ее. Есть уже 11 уровень. Второй Эпицентр. Что у Бристол Бека? Ничего. Пайп и больше ничего. Инвокер находит Чена. На колдснэп. Пошли наваливать. Как же больно ему. Чен ничего сделать не может. Парайзов под хилл. И. Стан. Квапа делает ли блинк? Делает блинк, но уже погибает. Встает Инвокер. И. Это минус 3. Минус 3 на пустом месте. Пытаются спануть еще. Есть ли Шейкл? Есть Шейкл. Будет подкоп еще. Да, вот сейчас пошел подкоп. Минус собака. Это минус 5. Байбэк. Квапа запрыгивает. Ультимейт не дает сделать. Еще один стан. Ультра килл от Инвокера. И. Квапы после байбэка не будет 50 с лишним секунд. У Расты есть варды. Можно попробовать пойти убить Рошанчика в принципе. Если он есть уже. Нет, его еще нет. Поэтому наверное останутся в медле и заберут вышку. Да, Инвокер с руки наваливает дай боже. Ну, не слышно. Очередная. Теперь для Бристлбэка. 1600 на руках. Отходят. Ну, можно спокойно ходить. Греха не тая. И. Дмитрий Хаммер у Рейтинга по-прежнему. Не собирает из него ничего или что-то летит ему. А, прилетает уже фуловая БКБ. Воу, воу, воу. Полегче. Можно и не отходить так. Ну, и последний Т2 остается на топе. Санкинг. Нормально фармит. 2400 уже на руках. Не знаю, что будет появляться у него. Наверное, Вейл. Что по графикам? По графикам 7500 преимущества у Минески. Это по золоту. По XP более 12000. Раз ты имеешь уже 2-й квардов. 11-й уровень. Чем ответили Контроп? Ликонтроп начинает собирать БКБ. И на него уже почти хватает. Шадоу Шаман. Плюс полтосик. Да, инвокер тут имеет огромный просто атак спид. Постоянно молнией. Иллюзия инвокера. Что к вопы? Вопы по-прежнему вторые не края. Из-за байбека она потеряла очень много денег. Третьи не появились. Да и пушт у них в принципе приостановился. Хотя еще Т2, ТВРА. Все кроме топового стоят. У команды Минески. Бах, минус скелетик. Это чек Рошана. Рошан появится еще не скоро. Инвокер 1000 на руках. Не знаю, что будет собирать дальше. Так что это в Мидле происходит. Нет, в Мидле ничего не происходит. Руна Инвиза забирает ее с Санкинг. Где ты находишься? Вот ты где находишься. И потихонечку смещается в Мид. 2 800 на руках. Может конечно и Оганим сразу соберет. Да, неплохо выфармливает. Тристо уже. Ну и наконец-то третьи Некра появляются у Квапы. Прилетели, так сказать. Штолбристла. Сейндж появляется. Виталити Бустер так ничего не проапгрейдил. Хотя почему бы и не собрать в Вангвартис, я не знаю. Лишний ХП Регин. Лишний блок дэмэдж. От тех же Волков. Винги. Очень даже неплохо спасет. Да и Сумонов Чена. Здесь цепляют на ботами. Бласт. Минус Ликантроп. Минуты его не будет. И тут же цепляют еще и Вингу. Винга тоже отсюда не уйдет. Успела кинуть Вейвов Террор. И на этом для нее гейм Дота закончилась. Что пойдут по ботаму. Вот тут рисует план Капкан. Мол, давайте стягивайтесь. Можно поставить варды Расты. И запороться на хайграунд. Или не будут. Я думаю будут. Да, заходим в хайграунд. Пошли варды. И под пайпом очень быстро карают. Есть фортификейшн. Но 20 секунд не будет Ликантропа. Запрыгнул. Неплохо в принципе. Прожимается БКБ. Мгновенно истязает Дума. Дум минус. Продолжает бить вышку. Еще пока не провязали фортификейшн. Вышка упала. Пошел фортификейшн на бараке. Но 40 секунд не будет Дума. И судя по всему это минус первая сторона у команды Декрэйшн. Скильдон Кинг. Ну третья реинкарнация. Ему можно боковать. Хотя вот Некра. Некра это неприятно. Ману жрут очень неплохо. Пошел Бласт. Санкинг уходит с даггера. Ну минус сторона и просто отходит. Пошло ТП на Т2. Появляется там Рошан. Я не знаю смысла наверное. Идти на топ нет. Куда пошел Скильдон? Ой Санкинг я не знаю. Остальные просто стягиваются пешочком. Кинг до сих пор не прожимал БКБ. Ну тут разваливается Рошан очень быстро. А Егис наверное будет инвокеру. Хотя возможно отдадут у Бристалбеку. Я думаю инвокеру пополезнее будет. Линка появляется у инвокера. Вообще изгаляться решил он противником. Ну а тут Хальберт. Хальберт у Бристалбека. Будет кого-то затыкать. Ну а сейчас можно идти спокойно по Миду. Есть Аегис. Есть Реинкарнация. Линка появляется у Санкинга. Как же популярна линка сейчас у всех азиатских команд. Ну и заход. Есть варды у Расту. Если он не постесняется конечно закинуть. Тимбукер слоу граунда нормально заливает. Сбили линку. Ну и начинает падать вышкам. Теперь уже фортификейшные не будут. Некры разваливаются очень быстро. Вот не дают им шанса выпить ману. Динга. Эзершок. ЕМП. Кого там цепанули? Никого не цепанули. БКБ от Дума. Чтобы уйти. И Дум сейчас очень много демэджа наполучал от Инвокера. Инвокер форстафом запрыгивает. И не получается добить Дума. Хотя. Нафиг ему Дума. Он всю команду разложил. Под Думом бегает сейчас Рейдкинг. Я думаю он выживет. Подкоп. Минус Некра. Минус вторая сторона. Падает милишный барак. Падает рейнджовый барак. И остается только топ. Единственное что их удержит это. Это два вышка. Токснэп. Сколько демэджа. Минус Дум. Как же разваливает здесь Инвокер. Вапа тоже может погибнуть. Для начала погибает здесь Чен. Вапа. Бласт. Тысячка. Уже под фонтаном истязает. Сейчас будет конечно же стан. Выслопнул. А это ошибка от Винги по-моему. Куда она свапнулась. Это минус 4. Триплкилл. ГГ пишут ребята. Да. Минески практически без шансов. 28.7. Заканчивают эту. Войню. Если ее можно так назвать. Не знаю как ее назвать на самом деле. Но явно не равную игру. Так секундочку. Что ж дорогие друзья. Нет. Ну. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok